Всем тихой ночи! И снова мы посещаем реальность Бекрумса. На этот раз мы посмотрим на такую штуку, как таинственные уровни. Да, некоторые закоулки задних комнат наполнены безумием настолько, что имеют отдельное обозначение, призванное подчеркнуть их необычность. Один из таких это, например, уровень 71, именуемый также оттенками серого. Как же попасть в такое место? Для начала, гуляя по Бекрумсу, путник может оказаться в месте, известном как уровень 4, который в целом похож на обычный Бекрумс, с его стилистикой старого офиса. Но кое-что отличает это место от привычных задних комнат. Отличий по существу немного. Он какой-то более блеклый. Вместо обычных желтых обоев тут просто белые стены, а на полу серый ковролин вместо зеленого ковра. Из заметных отличий бросаются в глаза, наверное, только окна, которые, впрочем, никуда не ведут. А те из них, в которые все же можно заглянуть, на самом деле представляют собой ловушки. За ними всегда находится существо, похожее на сгусток темноты, который предположительно пожирает всякого, кто достаточно неаккуратен, чтобы подойти близко. Выживание тут является не самой трудной задачей. Монстры встречаются очень редко, а вот кулеры с водой и торговые автоматы с разной едой напротив, практически обычные. Поэтому многие, попавшие в бэкрумс люди, остаются тут жить. Некоторые даже внушают себе, что это просто затянувшийся рабочий день в офисе. Видимо, так проще не сойти с ума. Выйти из этого уровня можно во многие другие части закулисья, но те, кто захотят увидеть истинную сущность этого уровня, могут попытаться найти спуск в подвал, в конце которого путник натыкается на дверь, находящееся за ней пространство, и было прозвано уровнем 71. Открыв скрипучую дверь и пройдя за нее, человек увидит у себя за спиной бесконечную стену с этой дверью, а во всех остальных направлениях пространство похожее на недостроенное подземное помещение, уходящее в неизвестность. Отойдя чуть дальше от двери, можно заметить, что уровень полностью лишен освещения, и без источника света тут никак. Но включив фонарь или запалив факел, можно с удивлением обнаружить, что свет тут работает как-то не так. Все выглядит черно-белым, наверное самое лучшее, что можно сделать в данной ситуации, это повернуть обратно и вернуться на четвертый уровень. Но некоторых темнота манит так, что они не могут ей сопротивляться. Углубляясь во тьму уровня, человек начинает слышать глаза, похожие на эхо, в которых если прислушаться, можно узнать собственные воспоминания. Хотя прислушиваться тут особенно нет смысла, ведь враждебные сущности тут крайне редки, и встреча с ними почти невероятна. Хотя путники относительно часто сообщают о встрече с неким существом, названным бизнесмен. При этом никаких других подробностей встреч с этим монстром нет. Возможно даже это просто человек, происходящий с четвертого офисного уровня и зашедший сюда по каким-то своим делам. Да, вроде бы это просто мужчина в деловом костюме, но что из себя на самом деле представляет бизнесмен не ясно. Все, кто выжил и смог рассказать о своем опыте, предпочли к нему не подходить. Если зайти в темноту этого уровня слишком далеко, входная дверь закроется с громким хлопком, и с этого момента выбраться с этого уровня становится почти нереально. Блуждая в полной темноте, человек чаще всего умирает от жажды и голода, или если запасы продовольствия позволяют продержаться достаточно долго, лишаются рассудка. В последнем случае в какой-то момент путнику начинает казаться, что он падает, и на самом деле это ощущение, это и есть единственный способ покинуть этот уровень. Падение заканчивается в достаточно необычном месте, похожем на осенний лес со множеством полуразрушенных построек. Поначалу человеку может даже показаться, что он нашел выход из Бекрумса и оказался в обычном мире. А к тому, что все вокруг черно-белое, путник может уже и привыкнуть, и возможно даже и не заметит этого факта. Единственное, что может насторожить, это деревья, которые время от времени пропадают и появляются, и меняют свое местоположение. Но это происходит редко, и заметит это только достаточно внимательный человек. Однако иллюзия нормального мира пропадает максимум через 12 часов после попадания в это место, ведь ночь тут наступает практически моментально и сильно отличается от темного времени суток в нормальном мире. Темнота в окружающем пространстве – это не просто отсутствие света, а скорее что-то похожее на черный туман, который плотный настолько, что видеть дальше расстояние вытянутой руки становится практически невозможно. Этот мир черно-белый не только в плане расцветки, но и концептуально. Само бытие тут не имеет оттенков, только день и ночь без вечера и утра. Так же, как тут совершенно безопасно днем, местная ночь – это верная смерть. Вместе с темнотой непонятно откуда появляется целая толпа различных монстров, готовых разорвать путника на части, так что лучшим решением будет к наступлению темноты найти себе укрытие, в которое сущности забраться не смогут. Практически единственным полностью безопасным укрытием тут является крупный особняк, который встретить правда удается далеко не всем. Он существует не как отдельное место, а скорее как местный подуровень, под планеты реальности. Так что попасть туда есть шансы только у опытных путников, которые хорошо ощущают само пространство за кулисье. Однако оказавшись в особняке расслабляться не стоит. Это крайне искаженное место, которое самим своим искаженным пространством может вывернуть человека так, что скрученное тело не сможет продолжать жизнедеятельность. Внутри бродит сущность в деловом костюме, похожая на уже виденного ранее бизнесмена. Однако тут существо ведет себя куда более агрессивно. Если монстр замечает человека, он заявляет, что незнакомцам не место в его доме и, используя местное пространственное искажение, убивает незваного гостя. Сбежав от этого существа и найдя выход наружу, путник снова попадает в черно-белый лес. Однако на этот раз тут лежит снег. Впрочем, несмотря на зимний вид, по какой-то причине тут очень жарко. Реально ли это жар или иллюзия, понять сложно. Но кроме этого, местное солнце оставляет на коже страшные ожоги. Среди деревьев входят те, кто попались в бизнесмену. Они по какой-то причине выглядят как тени с крыльями, за что прозваны падшими ангелами. Они могут провести на другой план этой реальности. После общения с теневой сущностью, путник внезапно обнаруживает себя в очень грязной воде. Судя по всему, смешанной с машинным маслом или похожей субстанцией. Водная гладь бесконечна во все стороны. Иногда тут встречаются небольшие острова, на которых живут одичавшие люди. Иногда попадаются лодки. Среди прочего мусора, плавающего на поверхности воды, особенно примечательны часы. По какой-то причине, все они так или иначе искажают пространство и время вокруг себя. Так что встреча с ними может иметь самые разные последствия. От безобидных до самых печальных. Какой-то особо удачливый посетитель этого места открыл, что определенного вида часы переносит на еще один подплан этой реальности. Человек, попавший туда, оказывается в реке, по берегам которой находится черный город. Если войти в него, можно заметить, что это место очень похоже на 11 уровень. Город безликих. Только безликие здесь какие-то злые. Ходят с ножами и с удовольствием втыкают их во всех вокруг. Враждебны тут не только они, но и окружение само по себе. Тут может внезапно стать очень холодно, очень жарко или падуть сильнейший ветер и начать сыпать град. Нормального способа покинуть это место не существует. Однако люди с особенно хорошим чутьем на пути Бекрамса могут провалиться дальше, в дальнейшей подплан этой реальности, представляющей собой практически полную пустоту. Сложно сказать, что происходит с человеком, когда он в нее попадает. Быть может, он распадается на атомы. Иные утверждают, что человек там сливается с некой мистической сущностью, известной как Икарус, в файле которой вообще записана целая поэма. И, похоже, надо ее целиком прочесть, чтобы понять, чем она таким является. Хотя, что такое Икарус, похоже, не знает толком никто. Ясно лишь, что он ответственен за разные явления мистической природы на некоторых уровнях. Но это явно тема для отдельного видео. А может, все эти оттенки серого, это просто предсмертная агония человека, умирающего на 71 уровне, и каким-то образом сумевшего записать свои видения в базу данных Бекромс. Так что, наверное, просто не стоит заходить в эту дверь, ведущую в подвал с 4 уровня, и оставаться там. В конце концов, жизнь местного офисного клерка не так уж плоха. Всем пока!